Здравствуйте, Козероги! Это расклад на ноябрь для вас. В этот раз я использую Тару-78 дверей и карты «Магические врата» Донеслин. На дне колоды какое-то сообщение, я не знаю, совет, не совет, кто как, просто как сообщение, как известие. Здесь дьявол перевернутый у вас на дне колоды. Перевернутый дьявол, конечно, может говорить об освобождении от каких-то зависимостей, от каких-то порочных мыслей, но может также символизировать алчность. Так что здесь сложно сказать, о чем пытаются карты сказать, но вот тут на дне колоды дьявол перевернутый. Значит, начнем с первого дома. Ваше как бы основное настроение. Пас Жезлов. Пас Жезлов человек оптимистичный, потому что еще молодой. И, как говорится, возможно, у вас такой настрой, вы бы хотели кому-то какое-то известие преподнести или кого-то на что-то сподвигнуть. Но, в принципе, настрой такой позитивный. Ну, также Пас Жезлов, покуда это молодой достаточно человек, то, я думаю, так, что и внешность чисто ваша по Пажу Жезлов вы будете выглядеть такими активными и моложавыми. Ну, как, моложе своего возраста, да? Если вы молоденький, то вам тогда и нечего моложавыми. Знаешь, просто активными, живчиками такими. Второй дом – это финансовая стабильность. Здесь очень много каких-то переживаний, страхов. Мечи всегда – это в первую очередь мысли самоограничивающие. Поэтому сказать, что будет с финансовой ситуацией твориться, сложно. Дьявол перевернутый может говорить о... О, покуда прямой он... Сейчас. Прямой он такое, знаете как... Что-то такое манящее, соблазнительное. И можно туда, по сути дела, вляпаться, потому что он так выглядит привлекательно. Он там манит самими обещаниями, сокровищами и т.д. и т.п. Вот, перевернутый может говорить о какой-то... Простите. То есть, если кто-то пытается нам чего-то там на уши навешать, но мы это заманивание, мы его осознаем, мы его видим, что это... Ну, ловушка, короче, которую мы понимаем, что это, знаете как, то, что медом намазали, еще не значит, что там сейчас хорошо будет. Ну, вот, может, это просто кому-то поможет в чем-то. В общем, здесь много страхов, много переживаний, пугающих мыслей, опять-таки, мыслей, мыслей, понимаете? То есть, ощущение стабильности, его... именно финансовой стабильности, очень много разных тревог, очень много разных самоограничивающих мыслей. Третий дом. Устала уже просто прозить. Третий дом. Мышление и общение. Ну, семерка мечей, как известно, это первое умение. Что касается интеллекта, да, и умения мысль, как говорится, в голове крутить, семерка мечей, конечно, карта интеллектуальная. А на общение это, безусловно, очень дипломатичная карта, которая говорит о том, что человек очень хорошо обдумывает, что и как говорить, но искренности здесь по этой карте нет, потому что это карта как раз политиков, которые очень мудрые, очень замечательные, но не искренние. То есть, могут быть в этом месяце, это же общение наше ежедневное, с кем это может быть связано, не знаю, и у кого-то, ну, у кого с кем, короче, видимо, в общем раскладе, очень сложно сказать, с кем вы неискренне, с кем вы фактически юлите. Наверное, на то есть какие-то причины. Ну, здесь мысль работает прекрасно, но в словах я говорю, что вообще не такая изворотливость присутствует. В вашу пользу, как бы вы это делаете. Дом, рыцарь Пентакли, дом-семья. Рыцарь Пентакли может говорить о том, что может быть много разных дел, которые надо сделать, но они делаются спокойно, в таком рабочем режиме. Может быть, кто-то, кто приезжает к вам в гости, нужный вам человек своего рода, вам его визит, скорее всего, приятен. Ну, либо это вообще родственник. Я говорю, много может быть дел таких, ну, вот обычная рутина, но я говорю, она делается, она делается. Это обычная жизнь. Пентакли символизирует спокойствие, то есть дома спокойная обстановка, размеренная, все на местах, все цело, все ухожено. То есть, как бы здесь очень хорошая карта. Сила в пятом доме, это дом удовольствий, хобби, флирта, спорта. Очень много усилий, да? И можно результат не совсем понятный получить от этих усилий, если я про спорт говорю, да? Может быть, если кто-то спортом занимается активно, может быть, просто такой месяц, когда, знаете, бывает, что не приносят результата видимого, то есть усилий прилагаешь гораздо больше, чем обычно, а результат, он не совсем виден. Что касается хобби, опять-таки, это очень много сил вкладывается, очень большое желание, страсть заниматься чем-то, интерес, очень много огня, астрологическое соответствие, потому что лев, это интересно, это занятие, оно заводит, да? Оно разжигает интерес у вас, вы к этому прилагаете очень много усилий. Что касается детей, вот детей, может быть, видите, как сила, например, для, потому что это женская сила, может быть, мамы, козероги будут, так сказать, ну, не то что контролировать это неправильно, но стараться, да, направлять своих детей, прилагать туда массу усилий, потому что элемент давления по карте сила слегка, ну, по крайней мере, как минимум нравственного, никто не говорит про то, что физически, но такое вот присутствует. Ну и для флирта, безусловно, это карта страсти, карта активности, карта сексуальная, в общем. Шестой дом. Будни. Будни, привычки, образ жизни, общение с коллегами. Может быть, у вас вот эта вся ерунда связана с коллегами по работе, потому что здесь в тройке мечей тоже искренности мало, безусловно. Присутствует элемент, видите, как и сомнений, и зависти, и разночтения, назовем так, мягко. Могут быть конфликты, могут быть разные ваши переживания, и ваше желание вот так булавки воткнуть. Ну, шучу, конечно, не булавки воткнуть, но понимаете, что, да, такой стресс немножко присутствует. То же самое касается обязанностей. Если какие-то вот такие вот будничные обязанности, что-то в ежедневной рутине будет вас раздражать, что-то будет вас... Но это может быть ваша реакция персональная просто, да, не факт, что там будет повод для этого, но реакция у вас будет такая... Потому что нервозность в этой карте присутствует, нервозность. Присутствует сомнение, что не получится, что да что же это такое вот. Есть такое в этой карте. Ну и на здоровье, если очень много нервничать, то эта карта хорошего тоже не сулит. Седьмой дом – это партнерство и брак. Девятка Пентакли здесь у нас. Для тех, кто был свободен, могут как раз очень много, даже если много страсти в любовных играх, да, здесь как-то так, ну и типа оставайтесь там за дверью. Потому что Девятка Пентакли – это как раз женщина, у которой есть всё, она самодостаточна, она довольна, но не особо-то, то есть слишком была увлечена чем-то другим, чтобы никак с мужчинкой у неё не сложилось. К ней вот идёт в гости пара, они пара, а она одна. Поэтому если вы были свободны, то у вас по этому поводу никаких нервов не будет. Здесь карта самодостаточности и спокойного отношения к этому. Для людей семейных здесь всё очень спокойно, для тех, кто живут в браке нормально, Девятка Пентакли символизирует, что между людьми нормальные и спокойные отношения, всё обсуждается в нормальном рабочем режиме, но люди немножечко так, каждый сам по себе в этом месяце, по крайней мере, да, немножко так заняты чем-то. Но при этом никто не скандалит, ни волосы не рвёт на голове, ничего такого не происходит. Тройка жезлов в восьмом доме. Попытки что-то сделать. Восьмой дом у нас дом налогов, страховок, кредитов, наследства. Здесь какие-то такие, ну как, попытки есть, вопрос, будут ли они удачные. Это тройка жезлов в этой карте. Как видите, она немножко странноватая в этом смысле, потому что слишком маленькие огоньки, чтобы кораблям с моря была возможность увидеть, потому что маяк, конечно, светит мощно, но там что-то у него с электричеством стряслось, и человек, ну, он как бы, он пытается, нет, он пытается. Но не факт, что это будет успешно. Ну, как минимум, попытки что-то сдвинуть в плане, говорю, налогов, кредитов, каких-то там, опять-таки, денег вашего партнёра. То есть для тех, у кого финансовая тема имеет значение, да, то это может быть, вот у вас много всяких страхов, у вас много всяких мыслей пугающих. Ещё не факт, что вот эту вот, например, ловушку какую-то, да, которую вы её, в принципе, понимаете, осознаете, ещё не факт, что это идёт, не идёт, например, от бывшего партнёра, что теоретически может быть. Вот, и у вас, вы боитесь всего этого, вы понимаете, что там что-то где-то неладно, но со стороны партнёра такие, типа, ВБД, видимость бурной деятельности, что там суетится что-то, где-то вроде как, ля-ля, с места на место, короче, передвигается, но пока никуда не двигается, в этом месяце, по крайней мере, не переживайте, в этом месяце. Девятый дом – это дом нашей морали, духовности, связи с высшими силами, дальние поездки, изучение иностранных языков. Пять мечей. Ну, здесь у нас, видите, такая пять мечей, она больше как уныние, да. Отчего это уныние может возникнуть? Хороший вопрос. Типа, вон Машка сходила, два раза свечку в церковь поставила, у неё всё наладилось, а я тут полгода хожу, лоб расшибаю, ничего не произошло. Ну, как пример, я говорю, да. Всё, что угодно может быть. Какое-то сравнение, у кого так, а у меня вот так. Какое-то я там хотела, просила, что-то ничего, не понимаю, что происходит, ничего не происходит в мою пользу и так далее, и тому подобное. Ну, и изучение иностранных языков, например, или чего-то далёкого по культуре, да, тоже может быть такое вот состояние, что что-то как-то не очень. Но, опять-таки, это временно, а потом это одна зависть. Это же масть мечей, это всегда мысли, которые мы можем, в принципе, как и вот это тоже, как и вот это, всё мыслительный процесс, который вполне в состоянии мы регулировать, зависит от нашего отношения. Десятый дом – это карьера и репутация. Пятёрка пентаклей. Не знаю, ну чё репутация. Чужака, что ли, какого-то? Тройка мечей. Ну, вот смотрите, если, например, да, ну, здесь у нас видно, что мужчинка сидит и ждёт доктора, когда врач выйдет, да, он сидит в больничном коридоре. Ну, что касается работы, например, да, если на работе вот такие отношения с коллегами, ну, неважно, вы это затеваете или они затевают, или вообще вам кажется, и вы надумали, и это всё такое вот. Ну, факт то, что тройка мечей, она всё равно неприятна. Если такие взаимоотношения, то понятно, что с коллегами там, то есть на работе ощущение, что да лучше бы я тут не был. Не факт, что её человек теряет. Хотя, не надо исключать, тройка мечей и пятёрка пентаклей, теоретически по таким картам, конечно, это может быть и так. Потому что пятёрка пентаклей – это у нас потеря, как раз потери любого рода. И здесь она в десятом доме, в карьере. Хотя это может ощущаться как потеря. Любое, например, если вы работали, вас заверяли, что вас повысят, вас назначат, вас переведут или ещё что-то такое, а потом пришли и сказали, нет, ничего этого не будет, у нас вообще сокращаются штаты, вас не сокращают, например. Но заявление, объявление вам о том, что вам не светит этого перемещения, повышения и так далее, тоже может ощущаться как потеря. Поэтому какого рода потеря на работе – это вопрос. А репутация, ну, если мы даже на картинке посмотрим, если, например, в шестом доме, если со здоровьем что-то неладно, и люди об этом знают, могут думать о вас как о человеке, например, болезненном, условно. Или могут думать как, если, например, у вас с деньгами какие-то проблемы, страхи, может быть, вы это как-то озвучиваете, или могут думать, что вы очень бедные. Ну, потому что пятёрка Пентакли – такая карта, говорю, вот такого вот какого-то изгоя. Вы же помните эту картинку, где там двое нищих бредут? А о чём, а почему люди могут так подумать? Не знаю, это сложно сказать в общем раскладе, почему у них такое впечатление может сложиться. Одиннадцатый дом – дом друзей. Здесь Верховный Жрец, естественно, говорит о том, что с друзьями, с настоящими друзьями вы искренне, вы честны, вы полностью общаетесь с ними так, как вы верите, что люди должны вот так дружить. Потому что Верховный Жрец – это всегда по нашей вере, мы поступаем по нашей вере. Поэтому я верю, что большинство людей высоконравственные и хорошие люди, поэтому, соответственно, и верования, они тоже… Может быть, вы или ваш друг дают вам совет, потому что это карта совета, карта учителя тоже может быть. Потому что если у вас действительно какие-то сложные времена или вы чем-то очень-очень озабочены, удручены, то друг может выступить в качестве как раз такого вот человека, который вас поддерживает, который вас понимает, который вам что-то советует по-доброму, да, помогает вам, оказывает вам поддержку моральную. В 12-м доме Королевы Пентакли, 12-й дом – это наши надежды и страхи, ну, как надежда, надежда, понятно, что сидит тут злато-серебро, всё рассыпано под ногами, то есть может быть действительно желание обеспечить себя финансово, материально, то есть чтобы уже была безопасность и комфорт. Королева Пентакли очень любит безопасность и комфорт. Это в первую очередь она об этом заботится. Материальные аспекты для неё очень-очень важны. Для кого-то это может быть важно – здоровье на первый план может выйти, если у вас какие-то вдруг действительно случились проблемы со здоровьем. То есть потому что стихия Земли всегда – это наше тело, это материя, это всё, что ощущается в реальном мире, соответственно, это физическое тело, здоровье, деньги, материально, всё, что нам обеспечивает простой элементарный физический комфорт. Но и как может королева Пентакли нам под ножки из 12-го дома ставить? Человек – материалист, и он вот так вот настроен на вот это вот. То есть она, я говорю, она настолько нацелена на вот этот комфорт, безопасность, деньги, материальное, что может другого немножко и не заметить. И это из-под сознания может вас как раз толкать на разные вещи, к разным страхам, к разным переживаниям по этому поводу, к какому-то сравнению с кем-то там ещё, кто как живёт, например, и удручаться. Видите, в чём дело-то? Не просто ладно там себя сравнивать. Она унывает, поэтому уныние – страшный грех, вспоминаем. Может толкать на разные вот это вот неискренность в общении, да, то есть потому что, ну, я говорю, как условно, потому что то, что в 12-м доме – это то, что мы его как таковое не ощущаем. Оно у нас из-под сознания начинает куда-то под попу пихать. И магические врата донесли карты. Вам вышла карта, дорогие козероги, отпусти. И карта отпусти как раз… Ой, что-то я сильно приблизила, простите. Она как раз говорит, видите, как я радостно предаюсь приливам и отливам жизни. По сути дела, карта говорит о том, что на какое-то время… Советуют вам. Вы все поступите, как считаете нужным. Даже надо было прочитать вам из этой книги, чтобы… То сейчас я как-нибудь криво языка вам передам это сообщение. Отпустить – это значит ослабить хватку того, чего мы хотим. И очень часто это бывают люди, положение, материальное нечто. Но оно не означает, что мы полностью тогда контроль над этим потеряли, и оно все уплывет. Все. Иногда просто оно естественным образом переротация какая-то произойдет. Но это очень сложно сделать, особенно знаку земли козерогу. Поэтому мое дело… Вот я вытащила такую карту, я сказала. Ваше дело поступать, естественно, как вы сделаете. То есть карта советует не цепляться, потому что иногда надо довериться, по сути дела, духу, высшим силам, чтобы немножко как-то это смогло действительно что-то уплыть, да. Что-то просто переплыть, по сути дела. Вот. Поэтому что я могу сказать? Я желаю вам прекрасного ноября. Желаю разобраться со всем, что вас тревожит, навести порядок. Может быть, вам удастся немножечко что-то отпустить, и вы увидите, как оно благополучно ничего не утекло, ничего не исчезло, а вернулось к вам, может быть, даже чем-то большим и лучшим. По крайней мере, вам не придется постоянно находиться в стрессе, что тоже немаловажно. Желаю вам прекрасного ноября, любви, благополучия. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok